Вы никогда не будете счастливы, если придерживаетесь образа мышления просителя, борца или обиженного на весь свет. Есть несколько слабых жизненных позиций и состояний, в которых человек не может быть счастлив. Самые неблагополучные состояния сводятся к трем. Состояние просителя, состояние борца или воителя, а также состояние обиженного на весь свет. Нет? Постоянно прося, борясь, жалуюсь и обижаясь, вы примагничиваете несчастье, борьбу, бедность, и они становятся вашей нормой. А теперь поподробнее. Проситель. В такой позиции вы постоянно о чем-то молите, просите, стоите на коленях, вам постоянно чего-то не хватает, вы испытываете постоянный дефицит сил, любви, денег, времени, проектов, клиентов, сделок, идей и так далее. Именно такой недостаток чего-либо вы и проецируете вовне. Перестаньте просить и умолять, а просто возьмите. Думайте о том, что у вас есть. Сфокусируйтесь на ваших достижениях, умениях, внутреннем богатстве и действуйте именно с таких позиций. У меня все есть, я всем делюсь, у меня легко получается двигаться вперед и расти. Борец. В таком состоянии вы постоянно с чем-то или кем-то воюете. Боретесь за свое место под солнцем, за свою жизнь, здоровье и счастье. Ваша жизнь превращается в вечную борьбу, войну, противостояние. Вы мыслите и поступаете так во всем, и по мелочам, и в больших вопросах. Перестаньте бороться. Все пойдет как по маслу. Не сразу, но ваша жизнь выровняется, и вы, наконец, сможете двигаться вперед без постоянного сопротивления. Обиженный плакальщик. В таком состоянии человек постоянно жалуется на всех и вся. Все вокруг виноваты, все его обижают, все лишают его возможности, стремятся насолить, забрать что-то, оскорбить. Знакомо? Если вы постоянно на все жалуетесь и держите в своем сердце обиду, то ваша жизнь превращается в вечное страдание. Никто не любит страдальцев и плакальщиков. К тому же это весьма заразное состояние. Перестаньте страдать и жаловаться. Улыбнитесь солнцу, ветру, дождю. Обнимите своих друзей, которые еще от вас не разбежались. Найдите любой повод порадоваться. К тому, что живы, к тому, что весна, или лето, или зима, или какое там сейчас у вас время года. К тому, что у вас есть друзья или семья. К тому, что скоро праздники. Всегда есть какие-то праздники, которые вот-вот наступят. В общем, найдите хоть что-то в своей жизни, что заставит вас улыбнуться. Но в трех состояниях просителя, борца или плакальщика вы находитесь на волне страданий, нищеты, дефицита, борьбы, противостояния. Так вы неизбежно теряете свои жизненные силы и привлекаете еще большую неудачу и несчастье в свою жизнь. Вместо этого будьте преисполнены благодарности. В состоянии благодарности вы плывете по волне счастья, щедрости, спокойствия, принятия, великодушия, равновесия. Это гораздо более выгодная позиция. Будьте счастливы, благодаря кажущимся невзгодам. Автор Анна Киран